Христос позволил демонам узнать себя не как Творца вечной жизни, а как причину некоторых временных проявлений, на основании которых у них возникло предположение, что Христос был Сыном Божьим. Но поскольку при этом они наблюдали в нем также и некоторые признаки человеческой немощи, то не были до конца уверены в том, действительно ли он был Сыном Божиим, и потому дьявол пожелал его искусить. Вот на это мы сейчас обратим внимание. Почему такая неуверенность в бесах? Потому что каждому существу свойственно оценивать другое существо, исходя из своего собственного состояния. Дьявол не способен на самоуничижение. Дьявол не способен на самоуничижение. Он бы ни за что не согласился бы как бы поменять свой статус и стать как бы на несколько положений, положений значительно ниже. Потому что именно дух гордыни подвиг его к тому состоянию, в котором он оказался. С другой стороны, любовь Божия, она подвигает Христа к тому, чтобы по воле Отца, действием Духа Святаго, ему воплотиться на земле. Вообще мир творится, на этом настаивают средневековые схоласты, от избытка божественной любви, лиц Святой Троицы друг к другу. И именно божественная любовь трех, она участвует в воплощении Сына, это происходит по воле Отца, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел бы жизнь вечную, согласие Сына действием Духа Святаго. Он был зачат от Пресвятой Девы Марии и Духа Святаго. Продолжение следует...